всем привет вы на канале кирюха play и у меня прогноз на 1 четвертую финала чемпионата европы по футболу больше против португалии играть я буду за польшу будем прогнозировать мы за них стараться чтобы они выиграли в моем прогнозе и прошли дальше почему именно польша ну я даже я сейчас не знаю но просто потому что она как бы я думаю видеть слабее ниже чем португаль на точнее как бы номинальная что все равно что португальцы фавориты а поляки естественно нет вот и поэтому есть желание просто сыграть за команду которая по моему мнению является сейчас слабее хотя португальцы если честно тоже не можно нельзя их отнести к очень мощной команде да и возможно даже поляки ну по крайней мере на этом чемпионате европы но ничуть не слабее выглядят вот слушаем гимн польши готовимся прогнозу матчу и скоро скоро приступим сейчас посмотрим еще за тем как сборная португальца португалия будет петь свой гимн и уже будем начинать этот матч главная звезда этого турнира этого матча христиана роналду вот состав сборной польши все стандартно то есть ничего не не менялся по по умолчанию ну и быстренько давайте на состав сборной португалии и перейдем уже к матчу став португалии 4222 ну и все я думаю можно остальное уже пропускать фокус на игроках роберт ливандовский крещан ронал да да две звезды главные этого поединка посмотрим кто из них пройдет в полуфинал ну естественно начнем мы с контратаки и с обороны тут даже гадать не надо плащиковский с мячом игра началась пищик подключается сходу плащиковский отличие прорывается и прострел штрафную уже даже есть вратарь вратарь выбил мяч а это гомош это крещеный роналда почему нет гомош опа и тут уже наш вратарь сыграл но не очень хорошо выбил удар дальний сейф и первый сейф в этом матче фабиански отбил мяч на угловой разыгрывают гости мяч на ней штрафной уже вошел отдаю точную передачу и луф луф фабиански снова тащит бодрое начало здесь не точная передача милик не успел ну задержали задержали мяч хорошо контролируют португальцы сейчас на правом фланге много уже у них передач было и пароход в штрафную соломон остановил всех там там роберт лимандовский у нас есть ну что ж ты будешь делать не точная передача роберта и снова приходится обороняться благо благо и не точная передача сходу но ребята что ж такое на ней угловой еще один угловой будет подан перелетел мяч штрафную площадь поперек поле разыгрываем нужно немножко покатать подержать мяч я думаю неплохие открывания на правом фланге и дальше и дальше отлично милик будет прострел штрафную но там Руи Патрисио поймал мяч отобрать отобрать на ней не получилось запоздание меняется фамилия почему-то это Крещано Роналду если седьмой номер бежит и третий угловой за 20 минут за 20 минут матча но пока ни один опасным не был я надеюсь не будет и этот опасным но они возвращают мяч в центр поле ой хорошо как в отборе сыграно Блащиковский было Крешовяк отлично пробросил на скорости мяч Роберт Ливандовский милик Крешовяк и практически один Нож забил от этой позиции естественно Решил сам пробить Крешовяк и не угадал Возможность отдать передача была но решил, решил он пробить сам очень хорошая была атака а здесь не точно его с мяча Роберт Ливандовский прессинг хорошо по-настоящему крутую атаку сейчас привели хозяева Убить Убить хорошо Получилось убежать до этого в контратаку в хорошем Милик сам тащит мяч и то ему не мешает так потихонечку выдавливается лучше штрафной опасно прошел еще один прошел удар слету угловой потихоньку но сборной Польши уже прибирает мячик своим рукам точнее ногам и удар получился тоже знатный Щековский подачу штрафную потрясем мяч поймал нужно возвращаться центральным защитником назад Роберт Ух ты как отобрали на коротке мяч то а здесь уже Криштиану Роналду ох и ошибаются в передачах два игрока на левом фланге и Блащиковский не протянул мяч но передача получилась отдать и вот там вот Азелинский уже забежал и пробить ближний угол неплохо Блащиковский еще одна попытка подать Опять на ближе я уже думал мяч в ворота полетел еще одна подача у голову будет и опять тот же угол пытается додавить свою линию вот нарушения он толкал нет судья говорит, что не было ни что у него нарушений нужно возвращаться сейчас сこれで Командой назад И ошибаются Как здорово ошибаются Сейчас сборная Португалии И там Роберт Ливандовский Устремляется вперед Отличная передача Роберта Бить надо было сразу в одно касание Фух Вот это момент так момент Милик, ай, какой удар Ай, какой удар Фух Немножко перевели дух Вот это сейф До этого Зелинский, по-моему, пробивал В этом моменте А удар в этой атаке нам не показали Удар с этой атаки Через ближнего решил мяч в игру вести вратарь И за два паса они уже на нашей половине поля И Криштиан Орналдо думает, что делать дальше Прошел одного Отдал пас налево Встречают Совещается в центр Австрали Ой-ой-ой-ой-ой-ой Удар, удар, удар Какой! Черт, erre Удар Дарил партнера за такой удар. Сказал ему спасибо. Классный. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, это удар от ворота, да? Да. Это удар от ворота. Нет. Угловой все-таки. Нет, удар от ворота. Отлично. Вот и закончился первый тайм. Ну, очень здорово выглядят обе команды, я считаю. Ну, матч такой прям. Насыщенный опасными моментами, особенно в исполнении сборной Польши. Их, мне кажется, было чуть-чуть побольше. Так. Давайте посмотрим. Посмотрим все опасные моменты, которые были в этом матче. В этом тайме, точнее. Надеюсь, в этом матче еще моменты будут. Кришчано Роналдо. Вот такой вот удар был. В самом начале матча. И мяч ушел на угловой. И буквально там через пару минут был еще один великолепный сейф. Вот в этой атаке, да. Фабианский очень здорово здесь поставил руку. И прям круто спас. Что было тут. Тут Кришчано Роналдо цепляли за футболку. Вот еще один шикарный удар. Исполнение теперь уже только нашей команды. В ближний угол. Вратарь на месте. Вратарь хорошо среагировал. Закрыл ближний угол. И было еще пару неплохих дальних ударов. Но они не попали, правда, в створ ворот мы. И все. Вот эти моменты решили нам показать. И хватит. Да, ну ладно. Статистика. По четыре удара в этом матче. Мы уже совершили. Из них два-три в створ. Владение чуть-чуть больше у сборной Португалии. По отборам одинаково практически. У нас один больше нарушения. Желтый карточек и красный. Травмы оффсайды по нулям. Угловые три-четыре. Вот и все, да? Вот и все. По составу. По кондициям. Крышовяк. Крышовяк у нас немножечко подустал. Кто у нас может его заменить? Либо Линетти может выйти. Либо Старзинский, да? Старзинский. Старзинский, наверное. Так, Линетти, Линетти. Место Крышовяка. Крышовяка. Ну, пока я думаю, пускай Крышовяк играет. Блочковский тоже немножко подустал. Потом мы уже посмотрим. Продолжим. Второй тайм начнем, точнее, с тем же самым составом. Но в процессе уже, естественно, будем проводить какие-то изменения. И с мячом сборная Португалии второй тайм начался. Смотрим. Напомню, что у нас по-прежнему стоит оборона и контратака. Еще бы в контратаке, наверное, добавлю сейчас командного прессинга немножко. Через защитника. Спокойно, конечно. Нужно... Хоть и стоит контратака, но иногда даже в контратаке нужно подержать немножко мяч. Здесь неточная передача. Даже с настроем на контратаку здорово покатать мяч в своей половине поля. Дождаться неплохого момента убежать. Кто-то ошибается уже сборная Португалии. Главное, нам не ошибиться было здесь пищик. Вот это ошибка. И моментальная атака сборной Португалии. Их ты ж, ты ж, как получилось-то, а? Вот так вот Роналды открыл счет. Да, чудом мяч дошел просто. Докатился все-таки до игрока, но и тут он не растерялся. Фабианский бежал, но не успел. Кришчан Роналда забивает свой мяч на чемпионате Европы. Выдавливает опять к флангу. Здесь мяч по-прежнему сохранился. Отлично. Ой-ой-ой-ой, на ней. Нет, не на ней, кто там, кто там так грубо сыграл-то? Мы тоже умеем грубо играть. Но почему-то, когда против нас грубо играют, нарушения не фиксируются. А когда сыграли мы немножко грубо. Тут как тут, свисток судьи. Еще один удар. Ой-ой-ой, ну это уже совсем. Ну что, ребята. Второй камень нельзя было так начинать. Два удара и два гола. Десятка сборной Португалии. Причем не в самой такой перспективной атаке они забили. Просто, что называется, попал в ближний угол. И 0-2. Маутини забил спустя 6 минут после гола Кришчана Роналдо. Ну и нужно что-то менять в этом матче. Однозначно что-то нужно менять. Начнем мы с опорника. Ну опять же, грубо игрой там встречают корпусом. Здесь, мне кажется, даже руками зацепили. Ну и полетела сборная Португалии, окрыленная своим успехом. Ну и еще одна подача. Если сейчас будет третий, и все, можно просто сворачивать лавочку. Да что ты будешь делать? Очень грубо было сыграно против Блащиковски. И травма у него. Нужно, чтобы выбили мяч. Игроки, ну что вы, где фаерплей-то? Мне игрок там встать не может. Вот это удар мимо. Что, сильную травму Блащиковски получил? Ну я думаю, его все-таки нужно заменить. Старо-Еджинский или Капустска? Капустка пускай будет у нас на правый фланг. Ну и нужно нашей команде, точнее команде сборной Польши, поактивнее уже играть в атаку. Что ты сделал? Зелинский. Что ты сделал, Зелинский? И как-то совсем уже нет оптимизма в моем голосе, вы, наверное, слышите. Ну, очень обидно было пропускать два мяча после довольно-таки очень хорошего первого тайма. И имели тоже неплохих, неплохие возможности забить. Только не третий. Только не третий. Да что ты будешь делать? Ух, как пяточка это играет. По-пижонски уже даже. Жо, Марио там. Грубо так играет. По-хозяйски ведет себя на фланге. Выбить. Это удар мимо. И уже нифига, осталось играть чуть больше, чуть меньше 20 минут. На счет 0-2. Ой, ну опять же грубо, ну где нарушение-то? Ух ты, как-то, Берт Ливандовский пробегал здорово. Или кто там, кто-то остановился из наших игроков, хотя неплохо забегал. Нужно уже даже попробовать атаку включать. Пустка. Забрался тут на фланге с игроком. И в офсайд, в офсайде Линеди. Зелинский. Старжинский, пускай выйдет вместо тебя. Последние мгновения для того, чтобы забить гол. Там один, и вдруг и второй залетит. Хорошо. Линдовский. Ну почему игрок-то побежал, даже не смотрел, что на него передача прошла? Ух так вот. Супер-атаку уже, пора включать, я думаю. Ну и, конечно, сборная Португалии чувствует, чувствует это напряжение. И свистят трибуны. Они просто катают мяч. Особо не бегут в атаку даже. Вот только сейчас, сколько они контролировали, контролировали мяч. Вот только сейчас дошли. Учё, да, расцвета не будет? Сейчас может быть третий просто мяч, да. Он залетел. Во втором тайме стопроцентная результативность у сборной Португалии. Три удара, три гола. Очень-очень обидно. Не успевает Фабиански среагировать. Ни на один удар в этом матче. Точнее, в этом тайме. Ну и как-то совсем грустненько уже стало, конечно. 3-0 точно не отыграться. Естественно, португальцы празднуют свою победу. Ну, жалко, что счёт-то получился разгромным. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зря, наверное, сохранял этот мяч. Осталось просто доиграть. Просто доиграть. Да. Поздравлять можно уже сборную Португалии с выходом в полуфинал. Многие эксперты склонялись к тому, что если Португалия выйдет из группы, она набрав в следующей группе 3 очка, будет такой тёмной лошадкой. Потому что, ну, скорее всего, Португалия дойдёт до финала, что у неё самые лёгкие жребия получился. Самый лёгкий путь до финала только у сборной Португалии. Здесь уже судья не даёт забить четвёртый. Очень мы провалили, конечно, второй тайм. Полностью провалили, даже, я бы сказал, ну, и Кришчан Арналдо. Естественно. Очень-очень рад. Не рады только мы. Гол, гол, промах. То есть, ещё даже больше могли не забивать. Ну, там удары были совсем кривые, конечно. И за второй тайм мы, в принципе, не сделали ничего. Только ухудшили своё положение в этом матче. Вот такой вот мой FIFA прогноз на матч Польши-Португалии. 0-3. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.